если тени танцуют значит мы в одиссеи всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисели и в этом видео с вами будем разговаривать касательно видосика по заявкам да вы просили снять видос на данную тему корабли стелс корабли невидимки обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а смена контент поехали и давайте прежде чем я буду рассказывать как это все дело делается покажу это на примере как это будет выглядеть со стороны когда противник будет с такой сборкой ну примерно с такой потому что там скорее всего у человека не докрут спасибо командиру роморту то что принял участие в съемках данного видео в чем собственно суть мы сейчас с ним не в крыле он на катере с силовой установкой которая у нас сделана в увеличении мощности то есть у нее тепловыделение довольно высокая давайте-ка сделаем следующее я буду потихонечку отдаляться от корабля и посмотрим когда же случится тот момент когда мой корабль не сможет держать его в локе почему это важно когда вы летаете даже на рельсотронах они все-таки до наводятся на цель в этом вся суть что за большого расстояния будет до наводка будете попадать до наводки не будет не сможете попадать потому что перекрестье у вас будет выглядеть не лучшим образом если один еще как-то будете попадать если их много не будете и вот у нас уже четыре километра четыре с половиной пять километров и лог все еще работает я могу вести по нему огонь все мои пушки до него да наводится ракеты торпеды гимбал и фиксы и прочее 6 километров 7 километров семь с половиной 8 и где-то на 8 все это дело закончилось у меня здесь если что стоят сенсоры а класса которые в облегчении а теперь человек возьмет другой корабль с другой силовой остановкой и вы увидите разницу передо мной сейчас край тем к 2 с интересным фитом о котором мы поговорим чуть дальше давайте-ка немножечко давать задний ход 200 метров потихонечку потихонечку отдаляемся и смотрим когда мы потеряем данный корабль из виду а это будет друзья уже довольно скоро так что можно в принципе начинать оттормаживаться еще четко назад 800 метров 900 километр все корабль не видно и это не лучший результат и вам скажу друзья можно гораздо лучше что у нас получается чем ниже температура корабля тем его сложнее увидеть то есть моем случае сейчас состояние покоя 12 процентов с выпущенными орудийными гнездами естественно когда я буду прогреваться меня будет видно на более близком расстоянии но когда я охлаждаюсь и кидаю теплоотвод я становлюсь невидимым и все оружие ваше не будет нами до наводиться и не будет упреждения от этого мы собственно играем а теперь давайте перейдем к сборке и да у данного катара стояли сейчас сенсоры на дальность он переставал меня видеть после как я понял 950 метров при том что никто практически не ставит сенсором на дальность на таких кораблях потому что они блин тяжелые везде почти ставится в облегчение но когда кстати стоят 7а облегченный сенсор то после 850 метров он у меня уже теряет из виду самое основное друзья это наши теплоотводные катапульта почему когда мы будем вести огонь и летать на бусте мы естественно будем нагреваться и нужно будет скидывать температуру так что это друзья обязательно что мы делаем с силовой установкой у нее есть такой параметр как теплоэффективность чем это значение меньше тем друзья мои будет лучше ставим силовая установка с малым излучением и экспериментальный эффект рассеивание тепла и еще плюс чем меньше силовой у нас будет использоваться тем и меньше будет температура но я это покажу далее с движками поступаем следующим образом грязная настройка двигателя можно конечно оставить ее эксперименталка ускорителя но все же лучше будет чистая настройка двигателей в том плане то что температура будет ниже рамочный сместительный двигатель нам в принципе по большому счету для боевки не нужен но ставьте a класс и вы можете принудительно выключить данный модуль я об этом расскажу дальше ну а система жизнеобеспечения понятно распределепитания конечно же мы ставим быстро заряжающийся распределепитания но а сенсоры облегченный сканер почему бы собственные нет по поводу остального фито щиты я бы друзья на самом деле их бы не ставил потому что они увеличивают сигнатуру корабля увеличивают силовую точнее ее потребление что увеличивает и температуру поэтому будем без счетов как видите мы скинули такую нормальную часть использования нашей силовой установки ну и конечно же усилители корпуса много и усилители модуля парочку штук чтобы если сдох один подхватил 2 с вооружением у нас друзья такая ситуация вы можете конечно использовать торпеды которые я не очень люблю их нужно правильно кидать потому что скорость полета торпед 250 метров в секунду и цель может просто уйти но конечно же если вы поставите отраженный зал вы сможете торпедами выносить сразу счета генератор цели и он будет без счетов а потом работать рельсотроном имперский молот с эксперименталкой модуль сверх пробития и пробивать корабль насквозь и вынося силовую противника либо если захотите можете брать неуправляемые ракеты с бронебойными боеголовками но не забывайте то что есть еще ракеты которые перезагружают fsd цели что не позволяет ей уйти в гипер круиз даже если она прыгает в другую систему типа маслок это одно а это это другое но не забывайте дорогие мои то что во время стрельбы вы будете очень сильно греться опять таки теплоотводы и что самое интересное во время боя синтезировать теплоотводы обычно не получается потому что по вам идет огонь а тут вы можете это дело сделать потому что вряд ли по вам будут попадать на расстоянии там три километра четыре километра учитывая то что у вас конечно же дальнобойные рельсы если другие пушки и вы будете ближе могут попадать в те времена когда вы будете делать залп и будете видны противнику как вы можете заметить мой корабль сейчас потребляет одну тонну частную одну тонну 80 мы выключаем наш грузовой люк у нас это значение уменьшается тепловыделение уменьшается потому что использование силовой уменьшается и то же самое можем сделать с fsd и будет уже меньше одной тонны в час это конечно копейки но все же если допустим вы отрубите маневровые то это упадет довольно сильно до 0 3 но тогда мы не сможем летать я думаю понятно ну и вот получается 11 процентов и я делаю буст корабль сейчас прогреется но не прям чтобы критично 21 20 процентов нормально во время стрельбы конечно греться уже будете поищу тиме ну как видите все равно довольно низкая температура ну и конечно же прожимаем теплоотвод таким образом и работаем теперь какие корабли мы для этого с вами берем таком фите конечно же можно собрать что угодно но эффективно ли это будет вот это вопрос если что снимал как-то видео касательно самых холодных кораблей подсказочка в правом верхнем углу либо в описании под видео но по кораблям все же пройдемся к сожалению на моем флотоносце нету тех малых кораблей которые мы можем использовать частности лучший вариант это дельфин далее идет даймонбэк explorer и даймонбэк скаут среди средних кораблей следующая ситуация мамба конечно же нет как и ферделанс к сожалению а вот следующие корабли крайт мк2 питон и фантом идеальный в этом плане но у вас возможно будут разные значения тепловыделения объясняю украйт мк2 5 пушек украйта фантома 4 пушки у питона 5 пушек собственно еще одна пушка увеличивает температуру вашего время стрельбы ну или просто когда вы выпускаете орудийные гнезда потому что силовая будет использоваться более активно но все же крайт фантом мк2 неплохо питон не такой маневренный но более живучий среди больших кораблей каттер корвет анаконда значение как теплоемкости так и скорости охлаждения у них практически равны если что подробно об этом более говорится в видосе про самые холодные корабли там аж целая таблица фантом конечно маневрение крайт мк2 но украйт мк2 будет больше урон да и вообще мне кажется корабли большого размера будут в этом плане лучше почему потому что больше теплоотводов можно будет поставить и еще один важный момент не забывайте про такую штуку как бесшумный ход по умолчанию это у вас будет на кнопки дали нажимаете у вас падают 4 если они есть и происходит некая магия при этом температура вашего корабля конечно же со временем повышается но в таком пите как вы можете заметить не так уж то и быстро я стою на месте и потихонечку 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 она возрастает я не знаю друзья зачем вам вся эта информация которую я рассказал в плане стелс кораблей кораблей невидимых и прочего корабли призраков если уж угодно но все же вы просили видос на данную тему я его сделал а у меня на этом все друзья всем спасибо за ваши просмотры лайкосики подписочки все это прекрасное в описании под видео будет ссылочка на плейлист по или тачки где уже свыше семи сотен видео по данной игре со временем конечно же видосов будет больше главное чтобы фронтиры выпускали новый контент чтобы я мог снимать потому что почти все отснято если что-то не отснял напишите об этом в комментарии я сделаю видео также будут и плейлисты по данной игре в размере 20 25 штук на различные темы включая новый плейлист лор и сюжет в элит дэнджерус ну и почему бы и нет будут ссылочки на социальные сети такие как трава где проходят стримы группа в vk дискорд сервер телеграм канал и яндекс дзен буду счастлив если вы подпишетесь спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока увидимся с вами завтра ну или сегодня на стриме если он будет до встречи